В городе Смело Черкасской области уже второй год в начале отопительного сезона батареи остаются холодными. Большую половину города отапливает частная компания, которая должна на автогазу немалую сумму и из-за этого не получила лимиты на топливо. Подробности уже не раз поднимали эту тему, но похоже ситуация с теплом в городе только усугубилась. Станислав Кухарчук продолжит. На улице плюс 4, а в школах, больницах, садиках и домах Смело не выше 13 градусов. Это если работают обогреватели. С похолоданием школьников отправили на каникулы, а вот малышей в садиках приходится кутать. Обогреватель в комнате включают за несколько часов до дневного сна детей. Берем з іншого ліжечка одеяло, тих детей, яких немає, вкриваємо дітей, вкриваємо покривало, кладем теплі бутилки. Такая ситуація в Смеле второй год подряд. В прошлом отоплении включили только к середине декабря, вспоминає заведующее дитсадом. 70% города отапливает частная компания Смела Энергоинвест. Она должна нафтогазу 91 млн грн. НАК не установил лимиты на топливо. Горожане не знают, сколько еще ждать обещанного тепла. Обіцяли с 1 листопада. Чекаємо дуже 1 листопада. А коли це буде? Обіцянки є, але нічого не відбувається. Частная компания отапливает город с 2010 года. Тогда местная теплокомуненерго подписалася не договор, а совместной деятельности, разрешив Энергоинвесту использовать коммунальную базу, 21 котельную. Договор разорван еще в апреле, уверяет главный тепловик города. Сейчас коммунальщики хотят самостоятельно отапливать Смелу. Ми повинні бути в бачер касси газ, вирішувати питання по заключенню угоди на розподіл природного газу. На після завтра плануємо бути в Києві на нафтогаз Україна. Якщо конкретно сказати не можу, але плануємо. Може до конкурсу тижня. Это одна із котельних, на которые уже вернулись сотрудники теплокомуненерго. Старое оборудование частники демонтировали. Установили новое, але запустить котельные сейчас невозможно. Видите, блок управления Горелка, они его сняли, оно ставится так в секунду, там нету никаких, но без него котел мертвый. Блоки управления сняли еще на четырех котельных, остальные коммунальщики еще не проверили. Они не хотят их отдавать. Это диверсия, зачем они разобрали, собственно говоря. Тем более котельная властность города. И депутаты, и все приняли, что мы разрываем договор. Частники действия коммунальщиков называют самоуправством. Мол, апелляционный суд признал неправомерным расторжение договора. Кроме того, новое оборудование в котельных городу не принадлежит. 80% котельных, это и есть лизинговая компания, которая предоставила нам данное оборудование. 20% остается то оборудование, которое есть, имеется в виду КП. То, что сейчас происходит, по-другому не назову, это как рейдерский захват. Пока коммунальщики и частники решают, кто и как будет отапливать смелу, жители замерзают. Если тепло не подадут в ближайшее время, 80-тысячный город рискует повторить судьбу Алчевска. Стоислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова